Добрый день, уважаемые зрители. У нас на связи Алла Ефремна Гербер. Мы вас не покидаем, по телефону даже стараемся рассуждать на эти важные для нашей страны темы. И Алла Ефремна, у меня первый вопрос. Вот сегодня пришла новость, что все-таки людей, которые застрялись за границей, возможно, вывезут, но неизвестно когда. Мы никого не бросаем, а мы сделаем цивилизованный график прилета. Как вы вчера вообще восприняли эту новость, когда Татьяна Голикова, премьер-правительство, сообщила, что людей ввозить на территорию России больше не будут, наших соотечественников? Как я восприняла? Ну, прежде всего, здравствуйте всем, всем, друзьям. Как я восприняла? Как я могла это воспринять? Я в бешенстве была. Я была просто в бешенстве. Ну, как это можно, если оно как кинуть людей на непитаемом острове, потому что они в таком там положении находятся. Их те государства, где они застряли, они их не хотят, естественно. Помогать им они тоже не очень собираются. Это уже в традиции, увы. Хотя сейчас такое время в мире, что помогать нужно всем. И я знаю, это есть и сообщают нам, что МИД сделал все. Я тут низкий поклон МИДу. Мы иногда часто очень, иногда часто, это уже сейчас неважно. Но сейчас не хочется ни с кем сводить счеты. Но в данном случае МИД делал очень много. Почему это отменили? Почему тысячи людей, детьми, больные? Ну, что это такое? Потом, у вас есть какие-то претензии, что они, мол, уехали тогда, когда началась эпидемия. Это тоже неверно. Нет таких точных данных. То, когда выехали. А потом, кто их выпустил, если началась эпидемия? Самое главное право, которое мы сейчас защищаем, все вместе, всем миром, это право человека на жизнь. И делать для этого нужно все. Это делать нужно все. Это как во время войны. Как во время войны, когда забывали у нас порой, что самое главное право, это право на жизнь. Даже не очень-то берегли наших солдат. Потому что сейчас такое время, когда не нужна злоба, не нужно забаскальство, не нужно какое-то кривляние. Нужно спокойно и достойно каждому делать свое дело. Да, абсолютно, Алла Ефремовна. Потом вот у меня не так давно учительница вернулась из Америки. Она буквально последним рейсом прилетела в Москву. И что оказалось, что ей говорят, сидите дома, вам все придут. Ну, пришла медсестра, взяла у нее все анализы там, ну, вернее, посмотрела ее. Этих соскопов не брали. Москов у нее не брали. А потом пришла полиция и сказали, ждите дома, у вас возьмут мазки. Вот на третий день сидит дома, никаких мазков у нее не берут. И она в растерянности, говорит, что мне делать. В общем, какой-то ужас происходит. Организация я на собственность, как говорится, грубо говоря, шкуре-то испытала или испытываю даже. Ровно неделю назад у меня взяли мазок. Я очень довольно тяжело болела. У меня взяли мазок, потому что я вызвала скорую, мне было плохо. И сказали, мы вам сообщим. Ну, вам сообщим, мы вас знаем. Вот это ты, она говорит мне кучу комплиментов, и уж никакого сообщения я до сих пор не получила. Да или нет, скорее всего, нет, конечно. Ну, а сообщить, да? Мы очень рады, что мне подтвердилось. Даже какие-то слова научиться в это время говорить. Я понимаю, что все очень трудно, все перегружены, что не до слов. Ну, а все-таки, а все-таки, два слова сказать, поздравляю вас, вы, у вас отрицательные результаты. Ну, это, конечно, опять моя какая-то наивность и идеализм. И все-таки, даже в самых трудных, почти отчаянных ситуациях, как сейчас, я уже об этом говорила, когда мы с вами беседовали о выступлении Путина, и сейчас повторяю, находите слова, находите выражения лица, находите отношения, доброжелательные отношения с людям, чтобы оно было очевидно. Я понимаю, что, наверное, нет, хотя сегодня я услышала передачу, что депутат Московской Думы сообщили, именно на седьмой день ему сообщили, что он офицеров. Ровно семь минут. Да, я слышал случай, если на десятый день сообщают. Я также, как и вы, сдавал мазок от воскресенья на прошлой неделе. Никакого ответа, хотя у меня на электронную почту подключена, значит, услуга такая, что все результаты анализов приходят, и вот всю неделю никаких извещений мне не приходит, и никто не сообщает, как мне дальше быть. В общем, организация оставляет желать лучшего. Ну, к сожалению, величайшему сожалению. Очень много-много как бы людей, таких чиновников, на это брошенных, у меня ощущение, что нет какой-то единой, цельной, организованной программы действий, что одни одно, другие другое. У меня не собрано это все в один кулак, это не значит, что кулак должен бить, он должен помогать, он должен помогать. Вот я была потрясена сегодня с утра, человек гулял с собакой на Патриарше. Его схватили, гулял с собакой. Его схватили, могли подойти и сказать, знаете, вы все-таки дом ваш, он, правда, близко, но все-таки не рядом. Вы с собакой не должны сейчас здесь гулять. Нет, его схватили, и как он сказал, что с ним обращались, это он так сказал, но даже на видео, понятно, как с ним обращались, не дайте голосу. И собака осталась одна. Собака осталась одна. Хорошо, что это очень умная собака. И она нашла свой дом, он действительно близко. Ну, это какая-то, ну, просто трагическая история. Ну, просто трагическая история. Да, Алла Ефремовна. Ну, еще, конечно, главная традиция. Ваш голос с вами такой, как вам сказать, не то, что нерадостный, но не солнечный. Вот на улице солнце, я не знаю, можно вылететь хотя бы во дворик, нельзя ли вылететь, ответа нет, но вы сами видите, что это может быть и на десятки, и как-то все это, грустно все это, грустно. Я понимаю, что когда такая неординарная ситуация, и к ней, ну, мы как всегда не готовы, и опять не готовы, хотя у нас было время, как ни одной другой стороны. Я имею в виду, в Европе, в Европе. Я не храм, где из Америки, там тоже оказались очень не готовы. Ну, было время, было время. И, ну, какая-то разноголосица, нет ощущения, что всем этим руководит хорошо организованный, умный, толковый штаб. Да, Алла Ефремовна. И, конечно, эта неделя, она-то тоже была наполнена и грустными событиями. Ушел писатель Леонид Зорин, человек из той вот этой прекрасной эпохи. Несколько слов, Алла Ефремовна, если можно, скажите в память о Теанике. И даже тут хочется сказать довольно много слов, потому что Зорин был... Вот это сейчас тоже стало банальным человек эпохи, ушла эпоха с ним. Ну, это так, ну, это так. В то время, в то страшное время, когда все были, что называется, заперты от пандемии, от пандемии идеологической, политической и, так сказать, того образа жизни, образа мысления, в котором мы все находились, были люди, все равно они были. Были замечательные писатели и художники, которые в своих подвалах творили замечательное искусство. И даже кино, как он играл, все-таки вырос на экране, достаточно вспомнить Андрея Тарковского, который день рождения его был. Да, 4 апреля 88 лет ему исполнилось бы. Да, да, да. Он по тому и уехал, он по тому и уехал, что все-таки не выдержал этого душа, этого необходимости всеми бороться. Все время быть, как говорится, в ощущении, что ты в бою, что ты в бою, что ты погибнешь. А ты погибнуть не должен, потому что у тебя картина, у тебя выношенное произведение и искусство. А тебя давят душа. Он уехал. Это большая трагедия для нашего искусства, потому что, понимаете, таким художником, как Андрей, как Герман, ну, как многие другие, которые здесь жили и здесь умерли, и такие, как Зорин. Наверное, наверное, для того, чтобы плодить, им нужно, наверное, это как-то так получилось, что эта мука была им необходима. Но в то время, это не значит, что всегда так должно быть, и злой Бог. Но в то время, когда вопреки всему, не знаю, что вырвалась на поверхность настоящая проза. Сейчас можно перечислить, очень много, очень многих, очень многих настоящая жилопись. Она была подпольная, она была там, в подвалах. Но она была, она была. И эти подвалы, в общем, не запирали. Хотя, неизвестный тоже уехал, Эрик, тоже уехал. И многие уехали, и многие уехали, и многие уехали, многие, многие уехали. Кулаков, этот самый Раби, ну, очень многие, сейчас, кстати, не перечислю. И уехал, кстати говоря, Иоскользов. Одна-единственная картина, потрясающая, коммерсанты. Картина, которая останется на века. Ну, чего ему стоило, во-первых, ее сделать. И она легла на 25 лет. А за это время человек мог заболеть, обереть. Дал Богу, что он ее увидел, что пришла перестройка, и он ее видит. И то же самое с картиной, с картиной «Покаяние об Уладе». Я тебя спрашиваю, из-за этой билиберды, этой пакости вы его арестовали? Роги нации те, кто это написал? Он ее делал, можно сказать, подпойным. И зачем ему поддержавшего Арнадзе он мне рассказывал? Он бы никогда в жизни ее не снял бы. Вот это все у нас. Это не просто, вот художник приходит, он, он, скажем, видит, снимает кино, мучается. Кому-то это нравится, кому-то нет. Это нормальный такой процесс. А это все какие-то неестественные, какие-то противоестественные муки. Противоестественные. Вот все-таки снять, все-таки найти какую-то возможность. Найти каких людей, которые помогут. Постараться сделать так, что те, которые могут нас загубить, чтобы они ничего не увидели. Я помню, когда Андрей снимал «Зеркало», он никого не пускал на съемочную площадку. Никого. Он боялся, что он знает, что он снимает, как он снимает. И я просто до сих пор считаю, что я была просто одарена вот тем, что он мне разрешил прийти на съемочную площадку, посмотреть и съемку, и материал потом, и написать дальше. Он мне разрешил в советских стран такую статью в предчувствии фильма. Так что я хочу сказать, что теперь если вернуться, вернуться к Леониду Зорину, человеку необыкновенно мудрому. Вы знаете, несколько таких было мудрецов в нашей литературе и в той жизни. Был Борис Захадер, необыкновенный умный человек. Был такой Зингерман, потрясающий искусствовед, филолог, культуролог, умница. Это невозможно, но невозможно. И был Леонид Зорин, человек ироничный, всегда с какой-то улыбкой, всегда с такой, знаете, непоказанной мудростью. Ну, мудрый был от Бога, от родителей. Мудрый был человек. Необыкновенно остроумный, себя не изменял никогда. Тяжело писал, тяжело его в Сталине сегодня. Чего ему только стоило поставить эту великую варшавскую мелодию, которая в века тоже. Я богатая дама, совершающая кругосветный тур, а что? Ваша подруга в рыжем пальто тоже совершает кругосветный тур. Моя подруга, мы сейчас не будем про мою подругу, она легкомысленное существо. И все-таки вы откуда? Я из Польши. То же самое с Покровскими воротами. Что я обрываю старые нити и сжигаю старые письма. Вы не способны. Нет, он способен. Я связана с тем временем была очень и с творцами его, потому что я писала о них. В том числе и о Мишу Казаковой, который поставил Покровские ворота. У меня была статья в советской культуре. Это меня потом об этом написал. Это меня потом напечатали в какое-то время в советской культуре за то, что я вот так, значит, прославила Покровские ворота. А о чем был этот веселый, очаровательный, такой улыбчивый, такой музыкальный, такой красивый фильм. Да он был о самом главном. И он мне об этом говорил. Он был о жажде свободы. Отпустите меня. Вот был крик Левочки. Отпустите меня. Сдай жить, Михаила, как сказал когда-то Бабель в своих замечательных рассказах. Так что вот эта мудрость, спокойная мудрость, достойная мудрость, человек себе не изменял никогда, никогда и никуда. Он не то чтобы там, понимаете, человек, который пишет пьесы. Он настолько связан с внешней жизнью, с театрами, с администрацией, с театром, с театром культуры. Говорит, у нас так, это не то, что придет великий режиссер Эфрос и скажет, Леня, ты какой пес он написал? Чудо, все, я ее вставлю. Вот этот театр мне предлагает, я ее вставлю. Нет, что вы. Эфрос никак не поставил. Так не пустили одну из пьес Золина, который именно Эфрос хотел. Потом Золин в улыбке говорил, что она была не самая удачная. Но это дело. И в этом дело, а как и судьба самого Эфроса, которого кидали из театра в театр. И подумать обо всем этом, это просто больно. Алене спасибо. Алене спасибо за его улыбку, за его юмор. За то, что он никогда не сдавался. И не сдавался негромко. Негромко. Он не афишировал, он просто мудро, мудро жил, тихо жил, тихо жил. И очень громко по тому, что он сделал. Очень. Я думаю, что его пьесы будут долго-долго помнить. Ну, конечно, фильм «Покровские ворота» всегда собирают на всех телеэкранах, когда они показывали. Тут надо, Леня, конечно, это основа, безусловно. Но Миша сделал лучшую свою конкурсию. Конечно, конечно. И вы знаете, тут недавно замечательная была передача по «Эхо» Ксении Лавиной и Ильичке Петровской. И они тоже вспоминали «Зойда». И закончили они вот этим кусочком. И с финала «Покровских ворота» Миша говорит, делает. Ушли шестьдесятые, ушли шестьдесятые. Вот и восемьдесятые могут уходить. Где вы мои друзья, где вы мои товарищи? Вот я сейчас с вами говорю и тоже плачу. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...